Дай почитать. Хроники действуют завораживающе и успокоительно. А вот Вселенная дело другое. Из заявленных 300 страниц только 200 содержат долгожданную информацию о помолвке Анимант и Томаса Рида. Еще здесь очень много описаний того, как сам Томас влюблялся, как чувство овладевало им и как складываются теперь взаимоотношения жениха и невесты. Ну и, конечно, любопытно само это грандиозное событие, предстоящая свадьба. Но пока можно проследить, как все волнуются и пытаются примириться с неизбежным. На Рождество Анимант и Томас приезжают в большой семью Ридов. Томас давно рассорился с отцом, а мать ей не надеялась встретиться с сыном. Но Анимант не была бы собой, если бы не устроила все как надо. Она чудесная девушка, умная, отважная, самоотверженная. В простом доме семейства Ридов Анимант быстро освоилась и смогла завоевать сердца без исключения всех членов семейства. Но прежде всего тем, что, за словом, в карман она не лезет, что не побоялась бури, а главное, без раздумий засунула в таз с вонючей гнилью свою ручку, чтобы вытащить случайно туда упавший молоток. Повествование неторопливое и комфортабельное. Писательница слишком далека и от викторианской эпохи, и от ее нравов и особенностей, в том числе и в общении. Собственно, она и не скрывает этого, ведь ее задача – создать приятную во всех смыслах атмосферу. Вот и получили читатели мозговое, сердечное и телесное томление двух героев – Томаса и Анимант. Он без нее жить не может, а она желает его поцелуев и объятий, а семейное Рождество – просто декорация для развития чувственных взаимоотношений героев, где наивысшей точкой неприличия станет рука Томаса на талии Анимант. Страшно представить себе такое. А высшей точкой веселья – книга Томаса, на которую положит свою книгу Анимант. Получился обычный розовый романчик. Такие мы читали еще в прошлом веке, но как же без такой романтики, без такой леденцовости, а главное – без таких розовых книжечек прожить. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское – 65, Ленина – 103А, Луганское – 53 и Волково – 6А. До новых встреч! Дай почитать!